Иисус сказал, слова, которые я говорю, они есть суть, что? Дух и жизнь. Поэтому, друзья, Слово Божье в протестантских церквях это самая важная часть служения. Слово Божье, друзья, и проповедь Слова Божьего это то, без чего наша жизнь, она будет подобна вот этой вот замороженной воде. Знаете, кто из вас слышит там, кого из вас добрым словом в маршрутке, когда вы садитесь, говорят, присаживайтесь, пожалуйста, давайте выступлём место, будьте благословенны, и вообще вы самая замечательная девушка на земле. Как вы здорово выглядите. Вы знаете, я так рад, что мы сегодня едем с вами в одной маршрутке. Это такая сцепа. Да. А так немного услышите, друзья, и поверьте, всё это, вы думаете, не влияет, очень даже влияет, поверьте. Жизнь и смерть даже, она во власти языка, вы знаете об этом. Поэтому что необходимо? Я хочу, чтобы мы поняли, друзья, когда мы слышим Слово Божье, поймите это, нам нужно с вами это Слово Божье принимать. Поэтому я хочу, прежде чем мы что-либо будем сегодня делать, благословлять детей, прежде чем будет сегодня венчание, давайте мы сегодня услышим Божье Слово. Поэтому давайте мы склоним головы, будем молиться, друзья, чтобы мы были готовы это принять. Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим тебя за сегодняшний день, мы почитаем тебя, мы благодарим тебя. Мы благодарны Тебе, Господь, за все, что Ты сегодня сделал, за все, что Ты совершил в нашей жизни во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Отец. Мы почитаем Тебя, Господь, мы почитаем Твое Слово. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что сегодня Ты высвобождаешь это Слово в нашей жизни во имя Иисуса Христа. Пусть это Слово, Господь, оно принесет то, для чего Ты Его послал. Пусть это Слово, Господь, найдет плод в наших сердцах во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, откройте, пожалуйста, книгу Иисуса Навина, 24 глава, 15 стих. Книга Иисуса Навина, 24 глава, 15 стих. Кто, у кого нет друг Библии, по какой-то причине ваш гаджет не срабатывает, посмотрите на экран. Иисус Навин, 24 глава, 15 стих. Итак, читаем. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Иисус Навин, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Амареев, в земле которых живете, а я и мой дом будем служить Господу, ибо он свят. Я хочу сегодня, друзья, проповедовать или учить на тему, я и мой дом будем служить Господу. Еще раз, я, я и мой дом будем служить Господу. К сожалению, самая большая проблема, наверное, или вызов нашего сегодняшнего поколения, в котором мы живем, вы меня слышите внимательно? Самый большой вызов, друзья, это о том, что мы слишком ограничиваем себя, и, точнее, поступки, которые мы принимаем или совершаем, они чаще всего направлены всего лишь на одно поколение. Мы чаще всего думаем, друзья, одним поколением, а я бы даже сказал меньше. Чаще всего, особенно вот политики, мы думаем одним избирательным сроком, 4 или 5 лет. У нас все вкладывается, вы знаете, в 4 или 5 лет. 4 или 5 лет это наша жизнь. Или мы вкладываемся там максимум 30, 40, 50 лет, кто-то вкладывается в 10 лет. То есть поступки, которые мы предпринимаем, друзья, они недалеко идущие, они не системные, они не выходят на какую-то передовую, как вам сказать, они не ведут нас на какое-то передовое положение. И именно в этом самая большая трагедия нашего общества. Мы все живем, как будто бы мы, знаете, и не живем. Один актер очень интересно сказал, мы живем так, как будто никогда не умрем, а когда мы умираем, оказывается, как будто мы никогда и не жили. И, к сожалению, это проблема. Смотрите, как очень четко здесь сказалось у Суснаев, он говорит, я и мой дом будем служить Господу. Что значит мой дом? Мой дом, это означает мой ребенок. Вот у меня есть ребенок, он мой дом или нет? Мой дом. А у кого есть внуки уже здесь? Есть вот у вас внуки? Есть внуки? А внуки, это ваш дом или нет? Оказывается, внуки. А правнуки? А праправнуки? Может, вы их не увидели, это же тоже ваш дом? Так вот, друзья, когда Суснаев здесь говорил, что я и мой дом, мы будем служить Господу, другими словами, знаете, что он сказал? Он сказал, что я и все поколения, которые будут со мной, все мы, мы будем служить Господу. Теперь давайте я задам вопрос, откуда может появиться или как может появиться такое дерзновение, такая глубина, ну, извините, я в хорошем кавычках скажу, наглости, заяви о том, что я и мои праправнуки все будут служить Господу. Сейчас, сейчас, секунду, подожди, пока я не спеши, я знаю, что я уже готов ответ для того, как я еще его сказал вопрос. Я еще даже не закончил вопрос, слушай внимательно. Вы знаете, почему я задаю этот вопрос? Вот сегодня, например, Наташа Годырка, где-то я ее видел сегодня, где-то она была. Наташа, вот, кем будет твой Максим, каким он будет, когда ему будет 25 лет? Да, поэтому я ей говорю, не спеши отвечать, Костя, потому что ты отвечаешь как правильно, а она отвечает с позиции того, что у нее есть ребенок. Друзья, даже родители иногда не могут гарантировать, кем вырастет их ребенок. Давайте я задам такой вопрос, Костя, ладно, тебе задам. Твои родители, что, они целенаправленно выращивали наркозависимого человека? Нет, они растили хорошего плана. А получилось, что получилось. А как же тогда Иисус Навин заявил, что я и мой дом, мы будем служить Господу? Как может, друзья, заявить человек, глядя сквозь поколение, то есть не зная даже имен, не зная, как будут выглядеть его прапраправнуки, как он может сказать, что так произойдет? И мы видим, друзья, из истории израильского народа так и произошло. Израиль служит Господу. Более того, эта вера, друзья, вера в Господа нашего Иисуса Христа, она распространилась далеко за пределы Израиля. Как же так? Как так произошло? Я думаю, что нам есть смысл разобраться в этом вопросе и понять, почему это важно. Потому что сегодня, смотрите, у нас будет благословение детей. Дети – это тоже их дом, да, то есть дом – это будущее. У нас сегодня будет, друзья, венчание. Вы только созидаете, а потом будете с Катей семью. Только пока ее даже еще вот сегодня только начнете строить с завтрашнего дня, с сегодняшнего вечера, с завтрашнего дня. Так вот, как сделать? Вы знаете, как будут звать ваши детей? Как будет выглядеть твоя дочь? Сколько лет, ну, сколько будет весить твой сын, когда ему будет 15 лет? Мы не знаем этого, друзья. Но, скажу вам так, сегодня вы можете сделать так или жить так, чтобы прогарантировать, что когда вашим детям будет 20, 25, 35, 45, 80 лет, ваши дети, они будут достойно нести жизнь. Они будут достойно проживать жизнь. Мы можем сделать так, друзья, с вами, что мы будем знать сегодня, каким будет будущее нашей страны спустя 15, 20, а то и 30, а то и 300 лет. И все это находится в руках нас с вами. Поверьте, в этом, точнее, ответственность за это берет не кто-то другой. Ответственность за это лежит не на следующих поколениях. Потому что очень часто, особенно в советское время, культивировалось такое понимание о том, что мы отвечаем за наше поколение, а будущее поколение, их будущее в их руках. Друзья, поверьте, ничего подобного. Потому что если вы переложите будущее, ответственность за будущее поколений только на них, то вы обнаружите, что их будущее совсем вам не понравится. Запомните, поколение будущих, друзья, формируется сегодня. Оно формируется сегодня, сегодняшним днем. Итак, смотрите, давайте вернем назад, начало этого стиха. Смотрите внимательно. Здесь мы видим три состояния. Первое. Если же не угодно вам служить Господу, если вам не угодно. Иисус Навин обратился к народу, он говорит, слушайте, это ваша проблема. Если вы не хотите служить Богу, то, он говорит, тогда изберите себе, кому служить. Что значит не хотите служить Господу? С точки зрения Ветхого Завета, у нас не так много времени, я просто кратко объясню. В Ветхом Завете, друзья, все было очень понятно. Если ты служишь Господу, если ты родился в Израиле, служишь Господу, ты должен жить на все столь для Бога. Если ты не хочешь жить для Бога, если хочешь, там, глудить, если хочешь, там, бухать и так далее, и так далее, то подобное решение, приговор простой, побить камнями. Причем в течение, там, буквально, полчаса. Полчаса, приговор вынесли, камнями побили. Все понятно и четко. Может быть, жестоко вам покажется, друзья, но поверьте мне, я задам вопрос. По военному времени, Игорь, если человек предатель, что с ним надо сделать? А почему? Ну, может, у него так вот сейчас, может, он поменяется через полдня? Да не поменяется он, друзья. Запомните, если человек совершает ошибку, это показывает то, что у него есть склонность в этом направлении. Слава Богу за Иисуса Христа, Господа нашего, который дает милость, который, друзья, тем нам, которые не заслуживали даже произносить его имя, он простер свою милость, простер любовь, и жертвуя своей на кресте, он дал нам возможность поменяться. Но, в принципе, вообще-то, по закону, око за око, зуб за зуб было, и все. Так вот, смотрите, Иисус с нами, обращаясь, Он говорит, если вы не хотите служить Господу, то есть жить для Него, Он говорит, тогда вам придется выбрать два состояния. Читаем. Первое. Богам, которым служили отцы ваши. Вы видите, слово «богам» написано с какой буквы? С маленькой. А с маленькой буквы, когда что-то пишется в Библии, это речь идет не о Боге, а о ком? О башках, о идолах. Что это за боги, друзья? Это боги, которые каждый сам себе придумывает. Мы придумываем себе разные имена богов. Кто-то придумывает себе бога справедливость, кто-то придумывает себе бога мести, кто-то придумывает себе бога, знаете, что там еще может быть, какие еще? Дети. Дети. Семья, работа. Семья и так далее. То есть каждый сам себе придумывает бога. Каждый живет во имя своего бога. Каждый живет. И дальше он пишет, служили отцы ваши, бывшие за, давай дальше, рекой. Или, смотрите, он говорит, богам Амареев, в земле которых вы живете. Вы знаете, у украинцев, какая пословица говорят, по какой пословице украинцы живут? С краю? Ничего не знаю. Первый ворона встречает. Не, ну это хорошее уже трактование, ты же понимаешь, если плохое. Так вот, знаете, есть земля, друзья, есть такие ценности, по которым живет. Мы в Украине, мы же пацифисты, мы ничего не хотим. Украинец начинает воевать только тогда, когда, вы знаете, у него спалили хату. Спалили хату, он берется за ружетом, за саблю и пошел воевать. Нет, друзья, это то, как живет здесь земля. Это то, как все живут. Например, молодежь, знаете, я поймал недавно ребенка, говорю, слушай, ну как поймал, обнарушил. Я говорю, сын, какую ты музыку слушаешь, то-то, то-то. Я говорю, почему? Он говорит, все слушают. Я говорю, сынок, пойми, то, что делают все, это не значит, что должны это делать мы. Вы в курсе об этом? Это, ну, реальный факт, друзья. Вообще, я хочу вам сказать, одеваться нужно, друзья, не так, как все, а так, как красиво вам. Потому что, согласитесь, тот костюм, который сидит на одной фигуре красиво, на другой фигуре будет по меньшей мере смотреться нелепо. Согласны? Поэтому, друзья, нельзя жить так, как живут все. Знаете, люди даже говорят, а что я, что я? Я как все. Нельзя так. И Бог говорит, здесь должно быть третье состояние, он говорит, я, ты мой дом, мы будем служить Господу, ибо Он свят. Что значит служить Господу? Я сегодня так вкратце уже делаю, так мне во времени направляют, но объясню. Что значит служить Господу? Друзья, все очень просто. Многие люди слишком, мы, как правильно сказать, мы слишком закручиваем все, что касается служения Богу. Друзья, быть христианином, служить Богу, это очень просто. Это означает жить ценностями Бога. Какие ценности Бога и Его Царства? Ценности Бога и Его Царства простые. Истина. Это первая ценность Божьего Царства. Истина. Что значит истина? Истина, друзья, это означает не жить своей правдой. Не жить своей правдой. Поймите, друзья, правда у человека, у каждого человека своя есть правда. Поверьте, маньяк Чикатило жил правдой. Просто своей. И по его правде он поступал совершенно верно и правильно. Но в том-то весь и секрет, друзья, что Царство Божье, оно строится вокруг истины. И даже Бог сказал в псалмах, он говорит, что я превознес слово свое превыше даже имени своего. Слово это истина. Друзья, мы должны понять с вами одну простую вещь. Нам нужно жить истиной. Меня один парень спросил, говорит, а как правильно жить? Как другие тебе говорят? Я говорю, нет. Нужно жить не так, как другие тебе говорят. Нужно жить так, как говорит Слово Божье нужно жить. И если кто-то другой живет этим, и ты видишь, что он лучше в этом, повтори, ну, пускай, возьми это как пример себе. Но это не значит, нужно жить истиной. Что значит жить истиной, друзья? Жить истиной, это означает поступать в разных жизненных ситуациях так, как говорит Слово Божье. Не то, что возможно, а наверняка я вам скажу, что в большинстве жизненных ситуаций это будет очень неудобно. Очень будет дискомфортно, потому что, знаете, Слово Божье говорит, например, что не прелюбодействуй. Что такое прелюбодействуй? Это когда есть муж и есть жена, и они в браке изменяют друг другу. Поверьте, когда вы только женитесь, вот Антону сейчас скажите, Антон, не прелюбодействуй. О, он вам всей душой, сердцем, крепостью и разумением скажет Аминь. Но когда проходит 25 лет, и где-то какие-то терки происходят, знаете, не зря же люди придумали пословицу, седина в бороду. Ой, не зря, поверьте, друзья. И вот у людей возникают такие вот мысли и так далее. А Библия говорит, что-то не прелюбодействуй. Или, например, не блудим. Что такое блуд? Блуд, друзья, это сексуальная жизнь до брака. Не надо так жить. Почему? Да все очень просто. Потому что, ну, может быть, кто-то из вас слышал, нет, есть такое явление, кто-то слышал телегония. Знаете, что это такое? Это когда каждый человек, точнее дети человека, несут на себе отпечаток всех тех людей, с кем он вступал в сексуальную связь до того момента, как зачался этот ребенок. Это все, друзья, отпечаток несется на себе. Потом люди удивляются откуда, что он ни на кого не похож, ни на папу, ни на маму. Скажу вам правду, друзья, а он на кого-то точно похож. Только вот было до такого. Поэтому Бог настолько щепетильно относится, и он говорит, что, слушай, нужно вступать в брак, вообще-то, ну, сохранив себя до брака. И так далее, и тому подобное, друзья, это его истина. Поверьте, вы можете, конечно, проэкспериментировать, можете попробовать, попробуйте. Я смотрел фильм, есть такой документальный фильм о телегонии, там интересный такой пример один был. Представляете, ситуация. Парень, ну, муж и жена. И жена забеременела, все, родила ребенка, ребенок черный. Муж белый, она в шоке. Ну, вы представляете, она белая, муж белый, ребенок черный. Жена в шоке. Оказалось, что где-то там за лет 15 до этого у нее был парень, ее первый парень был, он был африканцем, был темнокожим. Ученые, ну, как бы, они объяснение находят, они говорят, вот есть такое явление, называется телегония, объяснение этому. Поэтому вопрос такой, вы хотите проэкспериментировать? Там долго мужу придется объяснять, друзья, что-то здесь не так. Я к чему это веду? Потому что, поверьте, истина, друзья, она на то и есть истина, ее не нужно доказывать. Уже, в принципе, она доказана всеми и всяк. Поэтому, друзья, давайте мы будем стараться жить вместе, это первое. Второе, что значит жизнь ценности, что значит ценности Царства Божьего? А очень просто, это простые ценности, любовь. Что такое любовь? Кто мне скажет? Как вы понимаете любовь? Хорошо, как вы понимаете хотя бы? Как вы понимаете любовь? О, молодец. Друзья, любовь, это действие. Любовь, это когда ты вначале отдаешь, а взамен не ожидаешь даже, не получаешь, а не ожидаешь даже получить. Слышите, что такое любовь? У меня вопрос, внимание. Когда парень говорит, девушке, я тебя люблю, и при этом затягивает, после первого же свидания пытается затянуть постель. Ничего не обещая ей. Ни дам руку и сердце на всю оставшуюся жизнь, не служил площадь. Ничего. Вопрос, как он ее любит на самом деле? Он ее хочет, да, но пока не любит. Понимаете, друзья? Поэтому еще раз, ценности Царства Божьего, они на самом деле очень просты, понятны. Они очень применимы. Они очень применимы для жизни, в которой мы живем. Они нужны вообще-то в нашем обществе. Просто мы их как-то, знаете, отодвинули. Для нас слово там Бог, Царство, какое-то религиозное. Мы отвлекаем на второй план в обществе. Поэтому, поймите, когда Иисус Талин здесь говорит, я и мой дом будем служить Господу, он первое, что сказал, мы будем жить его ценностями. Давайте я вам приведу очень простые, интересные примеры. Те, кто был уже в церкви, я уже, друзья, говорил вам этот пример. Ну, давайте попробую еще раз, может быть, кто-то не слышал. Было и два таких человека. Может быть, кто-то слышал. Джонатан Эдвардс был. Слышали? Человек жил, он, его жена, у них было 12 детей, один умер, потом 11, счастливо жили и действительно развивались. Был очень классный проповедник. Такой, знаете, горячий проповедник. Многие вещи, друзья, сегодня мы в церквях протестантских особенно, вы не знаете, но именно благодаря Джонатану Эдвардсу некоторые теологические истины, они вошли в жизнь. Например, к примеру, до Джонатана Эдвардса люди верили, что причастие или хлебопреломление может принимать любой человек, даже неверующий. То есть принимает, какая разница. Может, ему это поможет приобщиться к Богу. Джонатан Эдвардс сказал, нет, Библия говорит, что тот, кто принимает хлебопреломление, то есть причастие недостойно, тот достоин смерти на самом деле. И это очень четко вошло, друзья. Сегодня причастие должен принимать тот человек, который действительно посвятил свою жизнь, принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем и посвятил свою жизнь ему. Венчаться, друзья, тоже не просто так. Знаете, сегодня у нас венчание сверлятовое повенчание.